Мы находимся в одном из самых удивительных городов Греции – это город Манимвасья. Название города произошло от греческих слов «мони имвасья» – «один вход» или «один въезд». Манимвасья находится на острове, который отделён от материка узкой дамбой, поэтому один въезд. На самом деле, этот остров не всегда был отделён от большой земли. Произошло землетрясение в 1375 году н.э., и Манимвасья стала островом. До этого была частью материка. При римлянах есть упоминание о Манимвасье. Она называлась тогда Мальвазия на римский манер. Это так, как они слышали греческое слово «манимвасья» или «манимвасья» – «мальвазия». И здесь производились известные ликёрные вина и производятся до сих пор ещё с тех времён. Вина так и называются Мальвазия. Примерно в VI веке н.э. при византийском императоре Юстиниане был оценён фортификационный потенциал этого места, то есть военный потенциал, как остров, который может стать укреплением. При въезде на земли Пелопоннеса, который тогда назывался Морей. И здесь был возведён первый бастион. За время своего существования Манимвасья очень много раз переходила из рук в руки. Первое население попало сюда в VI веке при Юстиниане, спасаясь от нашествия аваров, тюркских или монголских народов. До сих пор не полностью известно их происхождение. И здесь возник город. Этот город перенёс чуму, Юстинианову чуму. Несмотря на то, что она называется Юстинианова, она продолжалась не только при Юстиниане, но и в течение двух веков вспышки её возникали по всей Европе. До Манимвасея она добралась в VIII веке. Манимвасея переходила и к сицилийцам, и к франкам. Гийом де Вилардуэн завоевал город тогда же, когда он построил замок в Местре. Это был XIII век, но правил Гийом де Вилардуэн недолго. Войска императора Палеолога пленили его. И чтобы обрести свободу, Гийом де Вилардуэн вынужден был отдать и Мистру, и Манимвасию отдать Византии. Затем Манимвасии владели какое-то время венецианцы. После падения Константинополя Манимвасия и Мистра ещё некоторое время оставались византийскими, но в конце концов тоже пали. И здесь наступило тюркское, турецкое владычество, османское. Сейчас практически не осталось никаких зданий османской архитектуры, потому что греки после победы освободительного восстания практически всю османскую архитектуру разрушили. Но, тем не менее, и без неё Манимвасия архитектурно очень интересный город. Помимо красивых зданий, таких уютных площадей, здесь есть несколько храмов. Самый старый храм находится наверху в крепости, где был, собственно, гарнизон Манимвасии. И там церковь Святой Софии XII века. В самом городе ещё несколько храмов. Примерно все они построены конец XVII, начало XVIII века. Вот, например, вот этот храм Богородицы Хрисофитисы, по имени которого названа площадь, на которой мы сейчас стоим. Площадь Хрисофитисы. Площадь Хрисофитисы.